Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня заключительное занятие семестра университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Сталин в борьбе с троцкизмом». Читает лекцию кандидата технических наук Кирилл Валерьевич Ерков. Здравствуйте, дорогие товарищи! Ну, действительно, тема, которую мы сегодня будем рассматривать, является актуальной по двум причинам. Первое, все прогрессивное человечество на этой неделе праздновало день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Праздновали 141 год со дня его рождения. И в связи с этим было бы неплохо вспомнить эту тему. Это, во-первых. А во-вторых, тема борьбы с отрицанием марксизма, отрицанием ленинизма, она возникает, в общем-то говоря, на протяжении всей истории развития марксизма и ленинизма. И будет интересовать и нынешние поколения коммунистов, безусловно, и следующие поколения в том числе. Если мы рассмотрим, собственно говоря, самое начало зарождения марксизма, то мы увидим, что рождается он в том числе вместе с отрицанием остальных теорий, так называемых теорий социализма. В самом начале, в первой работе, в одной из первых работ Маркса и Энгельса, в манифесте Коммунистической партии, Маркс с Энгельсом показывают, что различные классы, имея свои классовые интересы, пытаются подстроиться и всяческим образом показать рабочему классу то, то, что они также выступают за социализм на стороне угнетенных классов. В моем манифесте Коммунистической партии мы находим различные виды реакционных социализмов, такие как феодальный социализм, ну, собственно говоря, по наименованию тех классов, которые существовали в обществе на тот момент, которые с рабочим классом находятся в состоянии классовой борьбы. То есть это феодальный социализм, это мелкобуржуазный социализм, это так называемый немецкий или истинный социализм, это буржуазный социализм, который, собственно говоря, является тем, чем немецкий социализм или истинный так называемый социализм, это тоже разновидность буржуазного социализма. Идем дальше. Когда в момент становления Коммунистической партии, Ленинской партии в России, Владимир Ильич Ленин также начинает свою идеологическую борьбу и борьбу за становление Коммунистической партии в России с острой критикой учения, которое фактически также подстраивалось под марксизм, под социализм. И это учение, как вы знаете, все было народничество. То есть народники указывали на то, что, мол, социализм может развиться на основе крестьянской общины, а Владимир Ильич разбивает в первых своих работах, полностью разбивает эти построения, указывает на то, что в российской деревне вполне себе развился капитализм и основным классом, который выходит на историческую арену и историческую борьбу является рабочий класс. Если мы рассматриваем историю развития Коммунистической партии, Ленинской партии, то во всем протяжении ее истории, во всем ее движении, можно сказать, что история партии есть история борьбы различных противоречий внутри этой партии и борьбы с различными уклонами в партии, которые, эти уклоны, имеют под собой объективные основания. Объективные основания, связанные с интересами других классов или остатков классов в обществе. Ну и вот, если говорить об Иосифе Лиссарионовиче, то в одной из своих работ он прямо так и пишет, по поводу, разбирая историческое движение партии, он говорит, что история партии есть история борьбы противоречий внутри этой партии, история преодоления этих противоречий и постоянного укрепления партии на основе преодоления этих противоречий. То есть движение историческое в развитии партии носит объективный характер, связанный с разрешением противоречий, появляющихся, собственно говоря, классовых противоречий. Периоды партийного строительства можно описать или разделить на следующие этапы, которые, как я уже сказал, характеризуются борьбой с теми или иными уклонами и течениями в партии. Первый период – это, мы все знаем, период Искры или период Второго съезда РКПБ. В этот период происходит размежевание на большевизм и меньшевизм, расхождение большевиков и меньшевиков. Расхождение это происходит, в общем-то, казалось бы, по достаточно, с одной стороны кажется, что небольшому такому признаку, связанному с формулировкой первого пункта устава партии. Но это расхождение в итоге потом разовьется, будет иметь свое развитие, и различные платформы, в том числе и троскистские, и другие протонистические, ревизионистские платформы, будут стоять истоки их, и основания их идеологии будут лежать в этом изначальном противоречии, по первому пункту партийного устава, который говорит о том всего лишь, кого можно считать членом коммунистической партии. Большевики настаивают на том, что членом коммунистической партии можно считать лишь того, кто платит взносы, и обязательно участвует в работе одной из организаций партии. А меньшевики считали, что достаточно уплаты взносов, то есть периодической помощи партии, этого достаточно для того, чтобы считаться членом коммунистической партии. Потом мы будем об этом говорить, такая позиция разовьется уже в более фракционность, в различную фракционность, допущение такой вязкости, разболтанности, расхлябанности в партии, и де-факто служит основанием для прихождения партии, если с этими течениями, с этими направлениями не ведется постоянной борьбы. Дальше, следующий период развития партии, это период кануна революции 1905 года. В этот момент большевики и меньшевики еще находятся в одной партии, но они уже на пороге формального раскола, организационного и идеологического. Следующий период это 1905-1907 года, период так называемых отзавистов, когда идет период, когда идет теоретическая дискуссия с такими деятелями, как Богданов, как раз появляется работа Ленина «Материализм и империокритицизм», острая идеологическая борьба по поводу материалистического понимания истории. 1911-1912 год – это период борьбы с ликвидаторами, дальше период Октябрьской революции, в тот период, когда большевики борются уже с частью так называемых большевиков за организацию Октябрьского восстания, а часть большевиков отказывается от этого Октябрьского восстания и ведется идеологическая также борьба по этому поводу. Все это, венцом этой борьбы является опубликование планов Октябрьского восстания Зиновьевым и Каменевым, и, собственно говоря, на этой почве ведется борьба с оппортунизмом по этому поводу. Дальше, следующий период – это период Брестского мира, когда часть партийцев считают, что нужно вести войну до конца, не надо заключать мир с Германией, и, в частности, на этой позиции стоит и гражданин Троцкий, которого мы сегодня будем, также идеологию, которую мы будем сегодня обсуждать, и такая позиция, и отказ от заключения, как можно скорейшего заключения Брестского мира, приводит к тому, что мир с Германией все-таки заключается, но он заключается на значительно худших для Советской России условиях. Дальше, следующий период – это период профсоюзной борьбы, или период дискуссии о профсоюзах. Дальше – это период борьбы уже непосредственно с троцкизмом, и объявление троцкизма, и закрепление троцкизма как меньшевистского уклона в партии. Дальше – это борьба с так называемой объединенной оппозицией, и борьба с правым уклоном. Вот о последнем периоде мы будем говорить более подробно, о том, как, о последнем, который я сказал, периоде идеологической борьбы, нас он будет интересовать наиболее подробно, поскольку в этот период развивается и обостряется противоречие между идеологией троцкизма и идеологией марксизма-ленинизма. Так, ну вот мы вернемся немножечко назад, и нам будет необходимо понять, да, как я уже сказал, основные движущие силы, которые являются основанием для тех партийных противоречий и разрешения этих противоречий, на которые я указал, являются классы в обществе, является классовая борьба в обществе, и отражением этой классовой борьбы общество является отражением борьбы в партии. И если мы говорим о идеологии троцкизма, о троцком как таковом, то здесь я под этой идеологией и вообще такое общее марксистское понимание является то, что Троцкий и его идеология не стала таким нарицательным, получила нарицательное имя в истории борьбы марксизма с оппортунизмом и ревизионизмом не благодаря тому, что Троцкий это некая выдающаяся личность, а просто благодаря, ну так исторически сложилось, что тактика Троцкого и его методы были наиболее изворотливые, наиболее хитрые, а потом вокруг Троцкого просто собирались все течения, которые были враждебны большевизму, враждебны марксизму-ленинизму. Ну вот перейдем к тому, о чем, какие идеологические воззрения были у Троцкого, на какой позиции он стоял. Начинает он свою деятельность в лагере меньшевиков, сходится с меньшевиками на почве экономизма, дальше он выдвигает теорию перманентной революции, о которой я еще буду говорить сегодня. И эта теория, эта теория перманентной революции подвергается критике, острой критике Владимира Ильича где-то на рубеже 1905 года. Потом Троцкий исчезает с арены идеологической борьбы на некоторое время. Он появляется только вот так, как активно ведет работу идеологическую в так называемом августовском блоке, который собирает уже вот на этом этапе, этот августовский блок, это коалиция, которая собрала в себе исключенных из партии меньшевиков и различные оппортунистические элементы. Они собираются в августовом блоке, одним из лидеров которых является Троцкий. Вот уже исторически так сложилось, что имя Троцкого является флагом для объединения всяческих ревизионистских и оппортунистических сил. И вот мы переходим к периоду Октябрьской революции, точнее давайте начнем с периода Февральской революции сначала. В этот период большевистское понимание момента и тактика, которая понимается Владимиром Ильичом Лениным, она изложена в апрельских тезисах. Владимир Ильич Ленин берет курс на то, чтобы организовать, чтобы буржуазная революция перерастала в социалистическую революцию. В руководстве этой социалистической революции должен стоять рабочий класс, при этом он должен опираться и иметь поддержку массы крестьянства, которая в России достаточно представлена в большом количестве. А в противовес этому лозунг, который выдвигает Троцкий и троцкисты заключаются в том, что, ну известный лозунг без царя, а правительство рабочее. То есть Троцкий начинает свою атаку на большевиков слева. Такую революционную фразу, которую в исторической перспективе мы неоднократно еще увидим и услышим от деятелей этого движения. Но заключается эта революционность в том, что предлагаются истоки этой революционности лежат идеологически в работе перманентная революция Троцкого. Заключаются эти истоки в том, что Троцкий не ставит ни в какую, не указывает на связь между рабочим классом и крестьянством в России. Ориентируются Троцкий и его последователи на Запад. Ждут они революции на Западе. Россию они рассматривают как предаток Запада и в целом ведут свою тактику на то, что Россия должна стать топливом в революции на Западе. А особенности российского развития, развития рабочего класса России никаким образом не учитываются. Ну и здесь вот уже возникает расхождение между ленинским, большевистским пониманием диктатуры пролетариата и пониманием диктатуры пролетариата Троцкого. Вот каково ленинское понимание по вопросу диктатуры пролетариата. Ленин пишет следующее. Диктатура пролетариата есть особая форма классового союза между пролетариатом, авангардом трудящихся и многочисленными непролетарскими слоями трудящихся. Мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, крестьянство, интеллигенция и так далее. Или большинство моих союза против капитала, союза в целях полного свержения капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и попыток реставрации с ее стороны союза в целях окончательного создания и упрощения социализма. И далее вся всем известная формула определения диктатуры пролетариата, что диктатура пролетариата, если привести это латинское научное историко-философское выражение на более простой язык, означает, что только определенные классы, именно городские и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся эксплуатированных в борьбе за свержение их капитала в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы в деле созидания нового социалистического общества, социалистического общественного строя во всей борьбе за полное уничтожение класса. То есть, что мы видим здесь? Ленинская формула диктатуры пролетариата – это руководство всех всеми трудящимися и движение всех трудящихся под руководством именно рабочего класса, городских, фабрично-заводских рабочих. Какую формулу подсовывает Троцкий и его последователи? Вот Троцкий в одной из своих работ, да, в общем-то говоря, в перманентной революции, говорит следующее о том, что он понимает под диктатурой пролетариата. Именно в промежуток между 9 января и октябрьской стачкой 1905 года сложилось у автора те взгляды на характер революционного развития России, которые получили название «Теория перманентной революции». Мудренное название это выражало ту мысль, что русская революция, перед которой непосредственно стоят буржуазные цели, не сможет, однако, на них остановиться. Революция не сможет разрешить свои ближайшие буржуазные задачи, иначе как поставив в власти пролетариат. Вроде бы все правильно. А этот последний, взявший в руки власть, не сможет ограничить себя буржуазными рамками революции. Наоборот, именно для обеспечения своей победы пролетарскому авангарду придется на первых же парах своего господства совершать глубочайшие вторжения не только в феодальную, но и в буржуазную собственность. При этом он придет во враждебные столкновения не только со всеми группировками буржуазии, которые поддерживали его на первых парах его революционной борьбы, но и с широкими массами крестьянства, при содействии которых он пришел к власти. Противоречия в положении рабочего правительства в отсталой стране с подавляющим большинством крестьянского населения смогут найти свое разрешение только в международном масштабе на арене мировой революции пролетариата. То есть здесь прямое указание на то, что рабочий класс, взяв власть и установив диктатуру пролетариата, придет в столкновение, прямое столкновение с массами крестьянства. И разрешить он вопрос об этом столкновении сможет только в мировой революции. Это прямо противоречит тому, о чем говорит Владимир Лич. И вроде как противоречие пока чисто идеологическое, затем оно уже в 20-е годы развивается в противоречие тактическое, в противоречие организационное, в противоречие о том, какую тактику избрать в отношении крестьянства и в отношении деревенского бедняка, середняка и кулака. В частности, это приведет к тому, что деятели вроде Зиновьева и Каменева, которые встанут на эту же самую позицию, будут предлагать непосредственно разрыв между рабочим классом и крестьянством, и чуть ли не удушение крестьянства, повышение тарифов для деревни и прямой вражды между крестьянством. А мы знаем, что крестьянство это мелкая буржуазия, то есть их интересы являются противоречивыми. В первую очередь мелкая буржуазия это трудящиеся. Вот здесь уже видно, как Троцкий разрывает эту связь, на которой настаивает и особо подчеркивает Владимир Ильич Ленин. Двигаемся дальше. Происходит Октябрьская революция, происходит установление власти диктатуры пролетариата и какое движение указывает Владимир Ильич и большевики во главе с ним на дальнейшее развитие Советской России. А движение это следующее. Движение заключается в том, что в Советской России может и должен быть построен социализм. То есть, может быть построен социализм в отдельно взятой стране. Вот на чем основывается это теоретическое положение Ленина. Оно основывается на том, что капитализм развился до стадии империализма. Империализм характеризуется тем, что он характеризуется неравномерностью развития, а следовательно, во-первых, революция произойдет в одной или нескольких капиталистических странах. Это первое. А второе, эти страны, которые произвели социалистическую революцию, могут строить социализм в капиталистическом окружении. Вот что пишет Ленин по этому поводу в военной программе пролетарской революции. Победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разум вообще все войны. Наоборот, он их предполагает. Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах. Иначе и не может быть. При товарном производстве отсюда непреложный вывод. Социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными. Это должно вызвать не только трение, но и прямое стремление буржуазии других стран к разгрому победоносного пролетариата социалистического государства. В этих случаях война с нашей страны была бы законной и справедливой. Это была бы война за социализм, за освобождение других народов от буржуазии. То есть позиция Ленина однозначно. Во-первых, он дает оценку октябрьской революции, оценку того, что это именно социалистическая революция, это никакой не переворот, а именно социалистическая революция. И после этой социалистической революции, после установления диктатуры пролетариата, необходимо строить социализм именно в России. А какая позиция у Троцкого, которого опубликуют в 2017 году? Позиция следующая. Не дожидаясь других, мы начинаем и продолжаем борьбу на национальной почве, в полной уверенности, что наша инициатива даст толчок в борьбе в других странах. А если бы этого не произошло, то безнадежно думать, так свидетельствует и опыт истории и теоретические соображения, что, например, революционная Россия могла бы устоять перед лицом консервативной Европы. Рассматривать перспективы социальной революции в национальных рамках значило бы становиться жертвой той самой национальной ограниченности, которая составляет сущность социал-патриотизма. То есть здесь как будто бы Троцкий ругает и обвиняет большевиков в социал-патриотизме, тем не менее мы видим, что все его чаяния и все его надежды связаны с революцией в западных странах. То есть Россию он не рассматривает как страну, во-первых, победившего социализма, а во-вторых, он не рассматривает страну, в которой можно, он дает оценку революции, октябрьской революции, не дает оценку, что это социалистическая революция, а во-вторых, он говорит о том, что построение социализма в одной стране, а именно в России невозможно и нужно ждать другие страны, более развитые, более прогрессивные страны и только тогда в России можно будет построить социализм. И опять возвращаемся к вопросу о том, а какие же практические выводы могут быть сделаны из этих положений. Вроде как, ведется теоретическая борьба между большевизмом и идеями Троцкого. Но из этих теоретических положений в дальнейшем будет сделан вывод о том, что нужно блокироваться с кулаками, нужно всячески находить связи с буржуазией других стран. Это выльется в то, что Троцкий в конце жизни уже будет непосредственно агентом буржуазии и будет проводить интересы буржуазии. Основывается это на том, что, ну вот, посмотрите, дорогие товарищи, в западных странах революция не происходит никак, вот мы ее ждали-ждали, она не произошла, ну, значит, нужно как-то договариваться с западными буржуазиями, также пригревать своего буржуа, который еще в переходный период имеет место быть налицо в Советской России. Нужно блокироваться с кулаком, всячески ему помогать, то есть буржуа на селе и так далее и тому подобное. Так, да, и что, что характерно здесь вот в этих дискуссиях и в дальнейшем, что будет для нас интересным? Интересным заключается в том, что такая родовая, одна из родовых черт Роцкизма заключается в колебании, то есть отсутствии твердой твердости в политической и идеологической линии. Скажем, вот мы видим очевидная дискуссия между, идет между Владимиром Ильичом и Троцким. Дискуссия по поводу того, что такое революция в России и о том, куда она ведет. И эта дискуссия, которая, в общем-то, ведется публично, в итоге как только в 26-м году Владимир Ильич умирает, Троцкий начинает тут же рядиться и его подельники начинают рядиться в одежды ленинизма. То есть они провозглашают себя ярыми ленинцами, что они защищают большевизм, что только их идеи, собственно говоря, и привели к Октябрьской революции и так далее и тому подобное. То есть до, пока еще жив Владимир Ильич Троцкий активно с ним борется в идеологической области, в общем-то, всячески нелицеприятно высказывается о Ленине как руководителе рабочего класса. Скажем, вот он пишет следующее, что Ленин профессиональный эксплуататор всякой отсталости в рабочем движении. Ну вот такое вряд ли верные ленинцы и верные большевики могли такое выдумать и сказать о Ленине. И как только, значит, как я сказал, Владимир Ильич в 1924 году умирает, Троцкий и его подельники сразу же начинают говорить о том, что они верные ленинцы. И здесь как раз в партии в целом и в идеологической борьбе особую роль принимает на себя Иосиф Исарионович Таллин. Он продолжает линию Владимира Ильича, линию борьбы с троцкизмом, как одной из разновидностей антибольшевизма, антиленинизма, которая колеблется от оппортунизма до прямого ревизионизма. И, значит, в одной из своих работ Иосиф Исарионович Сталин так описывает троцкизм. Что такое троцкизм? Он говорит, что это теория перманентной революции, то есть перепрыгивания через крестьянство и отказ от возможности построения социализма в отдельной стране. Всячески эту мысль проводят и доказывают ее с ссылками, в том числе ссылками на работу Владимира Ильича Ленина. Он показывает, что троцкизм в своей идеологии – это теория сожительства революционеров и оппортунистов, группировок и группировочек. То есть это как раз то, о чем мы говорили. Выходит еще с самого начала борьбы большевиков и меньшевиков. И троцкизм характеризуется тем, пишет Иосиф Исарионович, что он постоянно пытается дискредитировать лидеров большевизма. То есть он дискредитирует лидеров рабочего класса и таким образом ослабляет и подрывает партию изнутри. В начале 20-х годов произошла известная, наверное, многим дискуссия о профсоюзах, в которой, вот это последняя, собственно говоря, дискуссия, или одна из последних дискуссий Ленина с Троцким, в которой, в общем-то говоря, Владимир Ильич полностью разбивает позиции Троцкого, позиции о перетряхивании профсоюзов. И хотя Владимир Ильич там еще замечает, что это навязанная дискуссия, ее вовсе не обязательно было вести. Но, тем не менее, партия большевиков принимает положение Ленина о профсоюзах, и с 20-го года Троцкизм принимает в Коммунистической партии, в партии большевиков, принимает течение борьбы за фракционность. То есть всякие различные группы создаются, группировочки, которые так или иначе, но по тем ключевым вопросам, которые я здесь отметил, пытаются нанести удары по идеологии большевистской партии. И все это заканчивается тем, что на 13-й конференции РКПБ, которая происходит в 1924 году, было принято постановление о том, что Троцкизм представляет собой не только попытку ревизии большевизма, не только прямой обход от ленинизма, но и явно выраженный мелкобуржуазный уклон. То есть РКПБ принимает вот такое постановление, которому предшествует достаточно долгая идеологическая борьба и многочисленные работы, в том числе Иосифа Виссарионовича Сталина, которая одна из этих работ «Троцкизм» или «Ленинизм». И здесь Иосиф Виссарионович особо подчеркивает, что борьбу в том числе с троцкизмом, но с оппортунизмом и с ревизионизмом вообще нужно вести в начале и в первую очередь в области идеологии, в области как можно более широкого обсуждения и критики тех положений, которые высказывают оппортунисты и ревизионисты. Вот здесь Иосиф Виссарионович настаивает на том, что организационными методами, то есть сразу же методами исключения из партии, отсечения так называемого. Здесь с такими вопросами решить не удастся, и это возвращает нас именно к тому, что речь в дело здесь вовсе не в лицах, не в персоналиях, не лично в Троцком, в Зиновьем, в Каменевом, а в том, что эти оппортунистические идеи и оппортунистические движения рождаются из противоборства классов, которые отражаются в партии. То есть, ну хорошо, исключили там Троцкого из партии сразу же, но разъяснение, в чем идеологически неправ тот или иной оппортунист и ревизионист, оно является обязательным для партии. То есть теоретическая дискуссия, идеологическая дискуссия является для партии обязательным моментом. Ну переходим к следующему, к следующему этапу борьбы с троцкизмом. Здесь на арену выходит так называемая новая оппозиция, или в будущем это объединенная оппозиция во главе с Зиновьем и Каменевым. Кстати говоря, с теми, кто в начале 20-х годов активно критикует Троцкого и активно борется с троцкизмом. Но уже к 24-26 году они переходят полностью, собственно говоря, на позицию троцкизскую. И заключается она, эта позиция в том, что именно в этот момент становится понятно, что в Западной Европе капитализм и буржуазия стабилизировала свое положение, что скорой революции ждать не приходится. И здесь граждане из новой оппозиции опять выходят с таким более консолидированным идеологическим мнением о том, что построение социализма в отдельной стране, то есть в Советском Союзе невозможно, что надо блокироваться делать шаги в сторону, как я уже сказал, кулака. Даже начинаются разговоры о том, что партия готова заявление в прессе о том, что вот этих лидеров этой оппозиции, о том, что партия готова идти на уступки империалистам Запада, что готова чуть ли не отказаться от монополии внешней торговли и так далее. То есть новая оппозиция или объединенная оппозиция в будущем стоит на почве отчаяния и занимается, ну, с одной стороны отчаивается от того, что революция в западных странах не происходит, а с другой стороны любое движение на Западе воспринимает со стороны революционности. То есть любая забастовка, скажем, в Англии воспринимается как чуть ли не революция в Англии и нужно срочно помогать и бросить все силы на то, чтобы эту революцию поддержать, хотя налицо имеет место явный период реакции и стабилизации буржуазной идеологии и капиталистической экономики во всем мире. Ну и вся эта борьба, которая ведется в партии, ведется постоянно и которую возглавляет Иосиф Иссарионович Сталин, заканчивается 25-м съездом в КПБ в 1927 году, заканчивается полной победой большевиков, полной победой ЦК. При голосовании за резолюцию ЦК было что-то около 96% голосов, за оппозицию было около 4% голосов, хотя оппозиция везде и всегда, как это происходит и сейчас, кричит о том, что за нами массы, за нами большинство трудящихся и так далее. Ну и на вот этом съезде Иосиф Иссарионович выступает с таком объединенным докладом и где по полочкам раскрывает и сущность оппозиции, и сущность смыкания этой оппозиции с позицией Троцкого и объединения их на почве одной платформы. Ну и, значит, просто для того, чтобы зафиксировать те расхождения, которые Иосиф Иссарионович замечают между партией и оппозицией, он говорит о том, что расхождение идет по вопросу о возможности строить социализм в отдельной стране. Мы это обсуждали уже. Вопрос о диктатуре пролетариата, расхождение между большевиками и оппозицией. И заключается, кстати, это в том, что оппозиция настаивает на том, что где партийное руководство претерпевает термидрианское перерождение, ну и, собственно говоря, из этого выводы такие, что это руководство надо бы как-то устранять уже потихонечку, если уж оно термидрианское перерождение претерпевает, то надо активно это руководство устранять. Чем, собственно говоря, потом выясняется, что троцкисты активно и занимались, и готовились к этому. Дальше, следующий, я об этом в самом конце еще скажу, буквально несколько слов, вопрос о блоке рабочего класса с середняком, мы этот вопрос разобрали. Вопрос о характере Октябрьской революции, то есть непризнание того, что Октябрьская революция является социалистическим, что приводит к капитулянству, и вопрос о ленинской установке при руководстве колониальными революциями, то есть вопрос о том, что идея защиты Отечества неприемлема и контрреволюционна для коммунизма в странах империализма. Она вполне приемлема, и справедлива в странах угнетенных, ведущих свободительную борьбу против империализма. Против этой идеи, ленинской идеи, оппозиция выступает, и, собственно говоря, это все заканчивается тем, что оппозиция разгромлена, Троцкого, Каменева и Зиновьева исключают из партии. Дальше будут происходить известные события о том, что Троцкий выезжает, он был выслан из Советского Союза. После, уже в 30-е годы, Троцкий является таким, опять же, чисто исторически просто является символом объединения всех антисоветских сил вокруг него. Он является центром держателя, держателем денежных средств от буржуазии различных империалистических стран, которые помогают вести борьбу с Советской Россией. Как мы знаем из недавно опубликованных документов по процессам 30-х годов, он активно сотрудничал и вел переговоры с одним из нацистских лидеров Гессом, то есть он прямо с ним лично встречался и вел переговоры о том, кто же будет возглавлять Советскую Россию после победы фашистской Германии в Великой Отечественной войне. Ну и, опять же, возвращаясь вот к этому, к вопросу о том, чем занимались граждане троцкисты в 20-е годы, вот этот вопрос о репрессиях, которые прошли в 30-е годы, уже в середине 30-х годов, он, в принципе, достаточно болезненный, но здесь надо сказать, что сейчас открывается достаточно большой массив документов, они уже опубликованы и сейчас, я думаю, что историки будут публиковать все больше и больше массив документов, вводить в оборот, из этих документов уже сейчас видно, что прямо непосредственно граждане готовили заговорческие планы, у них там были и подпольные типографии, у них были и прямо непосредственно планы, когда они будут физически уничтожать лидеров большевиков, все это было, даются показания, из этих документов это следует, и я думаю, что это большая такая область, которая требует дальнейшего изучения, во-первых, а во-вторых, явно показывает, как идеологические расхождения с большевизмом, с марксизмом и ленинизмом, к чему они приводят, собственно говоря, в практической плоскости. Ну и что, если говорить о сегодняшнем дне и о сегодняшнем моменте? Во-первых, мы понимаем, что вопрос о строительстве социализма в отдельной стране и возможности этого строительства, он исторически разрешен, он разрешен положительно, разрешен, во-первых, в идеологии, в марксистско-ленинской, как в идеологии, так и в практике строительства социализма в Советском Союзе. Сегодня те, кто выступают против этого положения, они выступают на почве троцкизма, они явно обезоруживают будущее движение рабочего класса в том, что рабочий класс должен сидеть и ждать так называемой мировой революции. Ну и в целом троцкизм сегодня, как я уже сказал, это прибежище всех антимарксистских, антиленинских и антисталинских сил. Здесь надо заметить, что отдельного такого учения, как сталинизм, некоторые говорят о сталинизме, такого отдельного учения, как сталинизм, нету. И Иосиф Иссарионович Сталин отдельно на этом, особенно это подчеркивал, что сталинизм, как отдельное учение, не существует. Что он марксист-ленинец, и он выполняет теоретические установки марксизма-ленинизма в практике. То есть можно говорить не о сталинизме, а о практике сталинского строительства. Вот о чем можно говорить. И троцкизм сегодня характеризуется тем еще, в том числе, что он зоологически ненавидит наследие Иосифа Иссарионовича, что он выступает против Сталина. Это яркий такой ненавистнический антисталинизм, причем антисталинизм совершенно пещерного типа, когда Иосифу Иссарионовичу приписываются, ну совершенно какие-то фантастические деяния, которые человек в принципе не мог сделать. И вот заканчивая сегодняшнее наше обсуждение, я хочу напомнить всем, что в 2019 году была проведена конференция, сталинская конференция, в которой принимали участие, в общем-то, те люди, которые сегодня ведут разработку и исследование этого вопроса. И было принято решение этой конференции, принято постановление считать антисталинизм как наиболее современной, наиболее реакционной формой антилинизма и антимарксизма сегодня. Ну чем, собственно говоря, вот троцкисты занимаются успешно. Спасибо. Вопрос есть. Так, Маленцов, Степан Сергеевич. Существовало ли явление троцкизм в послесталинский период? Если да, то что из себя представлял троцкизм? Хрущевский период, Брежневский период, Горбачевский в настоящее время? Ну, про настоящее время я коротко сказал. Естественно, троцкизм существовал в послесталинский период, и он существует сейчас. Как я сказал, это прибежище всех антиленицов, антимарксистов. Ну, и Хрущев был, в общем-то, собственно говоря, одним из представителей этого троцкизма, потому что при деятельной участии Хрущева появились такие прекрасные категории, как развитой социализм, то есть это просто антинаучная категория, собственно говоря, это троцкизмский подход к науке, появились такие категории, как спелый социализм, и произошел отказ вообще от главного ленинизма, от диктатуры пролетариата. В настоящее время, я бы сказал так, все те учения, которые отрицают марксизм и льют так или иначе воду на мельницу других классов, но при этом рядятся в наряды красные, в наряды марксистские, их можно отнести с полной уверенностью к такому общему понятию троцкизма. Какие уклоны есть в РПР в настоящее время? Как с ними борется ваша партия? Ну, значит, об этом я могу сказать несколько слов. Я думаю, что в РПР, как и в любой другой коммунистической партии, я об этом сказал, существуют различные уклоны, связанные с отражением борьбы классов, которая сейчас происходит. Ну, и вот один из примеров о том, какие, с моей точки зрения, уклоны существуют и как мы с ними боремся. Ну, вот тут однажды один товарищ выступал у нас с пламенными речами в отношении Иосифа Виссарионовича Сталина, называл его строителем и вождем рабочего класса, а потом сделал такой вывод, что сталинизм сегодня это не тот путь к коммунизму, которым надо идти, что сталинизм, мол, где ведет в какое-то другое место. Вот прямо так дословно. Естественно, это не было напечатано ни в каких наших органах печатных, но идеологически, естественно, товарищи сразу же дали отпор. Дальше еще один пример могу привести. Вот сейчас разгорается теоретическая дискуссия, в которой есть, мы эту дискуссию не скрываем, в которой есть две позиции. И одна позиция, которая говорит о том, что с 61-го года до 91-го года у нас была диктатура пролетариата, а другая позиция говорит о том, что с 61-го года уже никакой диктатуры пролетариата не существовало, а наличствовала диктатура буржуазии. Ну и вот моя личная позиция заключается в том, что, конечно, уже с 61-го года была диктатура буржуазии, это прямо и записано в программе партии. А противоположная позиция, вот мне кажется, что она льет воду на мельницу других классов и в некотором смысле обезоруживает рабочий класс, потому что она говорит о том, эта позиция, что где вот диктатура пролетариата, вот это мощное оружие на самом деле, которое рабочий класс использует во всей своей борьбе, в завоевании, для завоевания и построения социализма и ведения, доведения социализма и развития его на собственной основе до полного коммунизма, оказывается, это мощное оружие может вот так вот служить тому, чтобы передать власть и передать все бразды правления в руки буржуазии. Получается, именно этим занималась диктатура буржуазии, диктатура рабочего класса, мнимая так называемая диктатура рабочего класса на протяжении от 61-го до 91-го года. Вот как получается у этих товарищей. Так, дальше. Не считаете ли вы, что время оттепели явилось победой последователей Троцкого, а в будущем повлекшим за собой август 1991-го? Время так называемой оттепели, то, что называется оттепель, это время активного антисталинизма, с моей точки зрения. И, конечно, об этом и идет речь. А я уже сказал, что антисталинизм и троцкизм фактически это синонимы. Поэтому, естественно, это являлось основой для того, чтобы произвести демонтаж и уничтожение Советского Союза, что привело к 91-му году. Здесь я с вами абсолютно согласен. Продолжение следует...